От невеликих диспансеров до сучасных специализованных науково-практичных центров. За постчернобыльский период очейная радиоактивная медицина зарабила значный крок наперед. В 2002 году в Гомеле открыли Республиканский науково-практичный центр радиоактивной медицины и экологии человека, что дозволило значительно повысить якость послуг. Сегодня тут оказывается допомога по мальдвадцати на керунках, причем широк инноваций отриманы в вынику сопротивления с науковцами инших краин России, Украины, Казахстана, Франции, США, Японии. Пытаемся развивать не только кадровые потенциалы, материальные ресурсы и проводить конференции международные. Вот это вот такой симбиоз, когда идет и прикладная медицина, и плюс еще теоретические знания, они, конечно, делают центр узнаваемым. Международная конференция сучасная проблема радиоактивной медицины и еще один крок по повышению эффективности этой глянной науки. При этом основный упор выращено зарабить на максимуме практичных выкрыстания распроцовок. В программе двухденной конференции доклады, заснованные на выниках шмат готовых мониторингов, причем некоторых из этих докладов отбываются в режиме видеоконференции, патологии истребовальной системы у населенцев заброженных территорий, перспективы выкрыстания микробиологических препаратов для изнижения дозы внутреннего променювания, цукровый диабет у ликвидатора наступств, аварий на ЧАЭС. К этой категории у вогулі особливая увага. Наверное, самое большое, самое важное и имеющее самое социальное значение – это организация здравоохранения вот этих людей, которые подверглись в том или ином виде воздействию последствий чернобыльской катастрофы. Старшиня объединения Союза ветерану Чарнобыля с Казахстана Кавел Тургавеев – непосредний у денег ликвидации аварий на ЧАЭС. 32 годы тому у складе химполка, и он проходил службу, увез новоселки Хонинского района. Теперь новоковцы Гомичные оказывают допомогу уже ягородями. Месяц тому у Остани отбылась и международная конференция по проблемах Семипалатинского полигона. Учитывая опыт, который накопил реабилитационный центр в городе Гомель, его первый руководитель был приглашен в качестве эксперта по вопросам реабилитации Семипалатинского полигона, потому что вопросы Семипалатинского полигона поднимаются уже не первый год, и там очень много вопросов, которые касаются вопросов реабилитации гражданских лиц, по сравнению с следствием взрывов, более 500 взрывов, которые произошли на Семипалатинском полигоне. А прочая оказание допомоги потерпелому населению, сегодня белорусские новоковцы занимаются так само доследованиями. Медыка, для их настоящей ситуации вокруг белорусской атомной станции, атомная энергетика у республики становится реальностью, и до этого необходимо быть готовым на процовки, которые сделаны в прошлые годы, в этом плане могут оказаться вельми корыстными. Один из первых вынеков работы международной науково-практической конференции в Гомеле – выдание такого сборника по актуальных пытаниях радиационной медицины. На его сторонках омаль 200 работ. Причем, корыстаться ими могут не только медики, а и специалисты агропромыслового комплекса, экологи и ученые, которые занимаются проблемами минимизации наступств чернобыльской катастрофы.